Приветствую вас. Прошу с пониманием отнестись к тому, что прежде чем разобрать ваш вопрос, я скажу несколько слов по поводу того, что вы написали до, собственно, своего вопроса. Вы пишите, что ваш мужчина ревнит, и все скандалы устраиваются им на почве ревности. Это говорит о том, что мужчина не уверен в себе, это говорит о том, что у мужчины есть сомнения в себе, это говорит о том, что он пытается вас подчинить всеми силами, потому что чего-то в глубине души боится. И, понимаете как, это будет с вами всегда. То есть, это будет его отношение к вам, которое вряд ли изменится в ближайшее время, если вы сами не начнете как-то их менять. То есть, для начала вам я бы рекомендовал сказать своему мужу о том, что вот когда он, ну, в спокойном состоянии, да, когда вы не ссорились, скажите ему о том, что вот ситуация такова, что вам не хочется с ним ссориться там постоянно, да. То есть, ситуация такова, что вам, ну, нет у вас желания как-то вот постоянно выяснять с ним отношения. И, скажите, спросите у мужчины, спросите у мужчины, почему у вас возникают такие ссоры. То есть, почему он вас постоянно ревнует для начала. То есть, нужно разобраться с этим, по сути, моментом. Этот момент связанный с тем, почему ваш мужчина настолько себе не уверен. Далее. Далее вам следует оперировать тем фактом, что подобные ссоры, скандалы влияют на ребенка. Это действительно так. На ребенка действительно влияет очень сильно тот факт, что вы ссоритесь и скандалите. И, если это не прекратится, то ребенок, в принципе, может испытывать достаточно сильное влияние на себя, в том числе влияние негативное. То есть, прежде чем покупать квартиру, то есть, совершать такое вот серьезное совместное действие, вам нужно понять, а возможно ли между вами отношения и дальнейшие или нет. Потому что, если у вас скандалы близки к разводу, то получится, что вы квартиру так купите, а купив квартиру, вам вы тут же поссоритесь, разведетесь, например, и вам из квартиры с таким трудом набытую и купленную придется уделить. Согласитесь, это несколько странно. Скорее всего этого, набрасывается такой вот несложный, наверное, вывод, что семья ваша, она возможна только в том случае, если вы друг с другом будете жестны. И то, что вы откладывали деньги, это крайне все, вы молодец. И вам об этом, так сказать, нужно мужу прямо, то вот, знаете, дорогой, а у нас есть деньги на квартиру. Он скажет, откуда? И вы скажете ему, что вот копили, и вот у вас есть такие средства. Если мужчина не оценит то, что вы делали для семьи, если мужчина начнет там скандалить, устраивать цены и прочее, это значит, что он не оценил того, что вы делали. Это значит, что он воспринимает все, что вы делаете в контексте повиновения и неповиновения, да, то есть подчинения и неподчинения ему. Ну, в принципе, довольно характерно для военных. И это будет означать, что любая ваша инициатива, любая ваша, условно говоря, направленность на какую-то вот семейную, на общую цель, не будет восприниматься как действие за его спиной. Ну, и совершенно определенно можно сказать, что мужчина думает о себе в этот момент. Совершенно определенно можно сказать, что мужчина задевает то, что что-то произошло не по его, ну, я не знаю, не по его поступкам, не по его воле, не по его деятельности и так далее. И вы спросите себя, а вам такой человек нужен? Вы хотите с ним жить? С таким вот мужчиной, который думает по сути только о себе. Ведь ревность – это и есть эгоизм. Это не только неуверенность в себе, это еще и эгоизм. Жесткий учет расходов. Требование отчитываться перед ним за каждый расход. Это, вообще-то говоря, тоже страх и неуверенность в себе. Он боится, что вы там что-то сделаете не то, да? И вот вам нужно дать мужчине как бы шанс, что хотя бы на глобальном, на макро уровне он оценит то, что вы сделали для семьи. И если он этого не сделает, если он не оценит то, что вы орались, копили и так далее. Кстати, интересный момент, который мне бы хотелось у вас уточнить. Значит, вот, вы пишите, что редкие премии или случайные заработки вы стали откладывать и копить. Почему вы не сказали своему мужу об этом? То, что он не любит, что делает, что это за его спиной, это обманываем, это понятно. Но если бы вы сказали ему, он крайне очень дорогой, свои премиальные и, там, да, еще общение я буду откладывать на, значит, покупку квартиры. Вот они, эти деньги, но, как бы, их трогать не надо. Это ваши деньги и, как бы, ну, вы имеете право их откладывать. Почему вы мужу не сказали о том, что вы этого не сделаете, мне не очень понятно. Но теперь у вас, в принципе, только один вариант. Это сказать, в принципе, больше нету. Дальше. Вы пишите, что я боюсь, что он вас примет это как крестительство. Ну, во-первых, вопрос, который хочется вам задать, это следующее. Ну, вас примет он это как что-то негативное и что? Вот, по сути своей, что такого страшного, если он вас примет то, что вы стараетесь сделать для семьи, как что-то негативное. Смотрите, как бы, мужчина сам проявит себя, да, проявит свои взгляды, свои ценности. И вы воспринимаете эту ситуацию не как что-то такое, вот, решающее, да, как что-то такое опасное для вас. Вы постараетесь воспринять эту ситуацию, как возможность для вашего мужа проявить себя. И если он проявит себя правильно, хорошо, то есть одобрит или, вначале вспылет, потом успокоится и скажет, что вы молодец, например. Нет, это одно. Туда квартиру покупать имеет смысл. А если он будет злиться на вас, обижаться и что-то вам предъявляет, то простите, это не тот человек, который может сделать вас счастливой. Это не тот человек, который может дать хорошее воспитание ребенку. Самое главное, это не тот человек, который может выступать мужем, отцом и так далее. Может быть, как отец, он хороший. Может быть, как ваш муж, он не очень хороший. Но, понимаете, вы не можете думать только о ребенке. Точнее, вы думаете и о себе, и о ребенке. И будущее ваше, которое у вас вот сейчас намечается, но зависит от того, как вы себя поведете. Если вы покажете своему мужу, что данное поведение для вас неприемлемо, что вы старались для своей семьи, а получили обвинение, очень может быть, что он, увидев, что вы действительно и всерьез восприняли то, что произошло, что-то изменит в своем поведении. А если нет, то тогда, как я уже сказал, не имеет смысла, наверное, даже с ним планировать дальнейшую жизнь. И в этой ситуации вам можно начать с того, что приглашать ему обратиться хотя бы к нам на ресурс. с проблемой ревности, с проблемой контроля. Потому что, понимаете, и проблема ревности, и проблема контроля – это жестко-негативное поведение для другого человека. То есть для вас. Я вас спрашиваю, хотите ли вы жить в квартире, в новой своей квартире, под давлением, с постоянными сценами ревности? Ответьте себе на этот вопрос. И вот тогда вам все станет яжбом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok